Все происходило в тишине, поэтому ничто не активизировало рефлекс самосохранения. Я находился в 16 километрах оттуда. Нет ощущения, что что-то может повредить тебе на таком расстоянии. Я стоял и фотографировал. Меня полностью захватило это явление. Когда огромное облако обломков переходит на следующие гребни со скоростью 483 километра в час, Ронхольм вдруг осознает, в какой опасности находится. Когда я несся прочь на машине, сделал последнюю фотографию через плечо. Она немного размыта, но я не успел ее оформить, потому что остановиться было нельзя. Я обернулся на стоянку, где только что был припаркован, и понял, что покидаю ее последним. У меня закралась мысль, что, возможно, я слишком долго ждал, ведь облако двигалось прямо на меня. Ронхольду повезло, так как мощнейшая часть взрыва направлена на север и северо-запад. Часть, идущая на него, менее энергична, и ему удается скрыться вниз по горе. Боковой взрыв вышвырнул пепел и газ на высоту 24 километров. Менее чем через час вертикальное извержение выбрасывает еще больше пепла вверх. На фоне этой ужасной сцены пролетает Джесс Хеггермен, вместе с начальником сухопутных войск Вашингтона. Большинство деревьев просто пропало в результате извержения. Не забывайте, мы говорим о радиусе в 30 километров от горы Сент-Хелленс. Ландшафт совершенно изменился. Я почувствовал себя букашкой, летающей по Вселенной, потому что в сравнении с размером извержения, это удивительно. Удивительно и ужасающе. Пирокластические потоки температурой в 80 градусов стремятся вниз со скоростью в 129 километров в час. В некоторых местах их толщина достигает 37 метров. В самом начале катастрофы масштаба разрушения на фоне ландшафта невозможно было объять. Но Джессу Хеггермену потребуется всего одно мгновение, чтобы осознать страшный вклад человеческих жизней. На первом хребте мы нашли двоих выживших. Это были Джимс Кеманский и его партнер, Леонис Перинов. Мы забрали этих двоих людей. Леонис умер в больнице, как только мы доставили его, а Джим все еще жив. Извержение длится 9 часов. Извержение длится 9 часов. Вулкан высвободил более 508 тонн пепла, который рассеялся по территории США за три дня. Через два дня после извержения геологи впервые отправляются, чтобы рассмотреть место катастрофы поближе. Это было похоже на прогулку по Луне. Я ничего подобного еще не видел. Территория площадью в 600 квадратных километров была полностью уничтожена. Ни одного насекомого, птицы или животного. Все было только одного цвета. Цвета осадков. Серого. Земля была покрыта горячими камнями, и из земли вырывался газ и дым. В течение месяца после извержения группы экспертов внимательно изучают каждый миллиметр горы. Удивительно, что грохот извержения слышали жители Канады, а свидетели, как, например, Кейт Роунхольм, всего в 16 километрах от события, не услышал ни звука. Так как при повышении высоты температура воздуха в атмосфере понижается, звуковые волны взрыва уносятся далеко от поверхности Земли. И когда они достигают стратосферы, где температура снова повышается, они отражаются обратно. Поэтому никто в радиусе 96 километров от горы Сент-Хелленс не слышал извержения 18 мая. Начиная с 1980 года на этом самом месте... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...